Иногда причиной прокурорской проверки может стать даже вид из окна. Житель региона, часто путешествующий на поезде в сторону Юрьевпольского, возмутился мусорными кучами по обеим сторонам путей и написал заявление в транспортную прокуратуру, прокуратуру Октябрьского района, в администрацию города и управление РЖД. С проверкой на место вышли представители всех перечисленных структур. Первое место, вызвавшее возмущение Ивановца, находится уже до путей на улице Болотная. Свалка – это не случайное. Строительный мусор, судя по следам, привезли на машине и аккуратно складировали. По мнению сотрудников прокуратуры, ответственность за свалку может лечь на плечи руководства СИЗО номер один, если будет доказано, что мусор после ремонта свозили сюда сотрудники тюремной службы. Если виновника не найдут, уборкой займется собственник участка. Уборку должен проводить тот, на чьей земле осуществлено складирование. Либо это муниципальная земля, органы местного самоуправления, либо это федеральная земля, предоставленная железной дороге, тогда, соответственно, железные дороги будут предъявлены требования. А виновных лиц надо устанавливать. Ответственности должно быть привлечено только виновное лицо. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации произвели тщательные замеры. Кто будет убирать свалку, могут решить считанные метры. Брать на себя ответственность за уборку чужой территории не захотят ни представители мэрии, ни сотрудники РЖД. То, что мы сегодня посмотрели, нужно обязательно по данным городского комитета по имуществу сверить, потому что зона ответственности железной дороги от 30 метров и более в разных местах. Поэтому свалки, которые мы сейчас сегодня с вами увидели, сначала должны выяснить, на чьей территории они находятся. Если будет выяснено, что это находится в пределах городской черты, а не железной дороги ответственности, они будут поставлены в план и ликвидированы. Мусорные горы обнаружились и близ железнодорожных путей у силикатного завода. Определить, кто сваливает отходы, возможности не представляется. Гаражный кооператив на этой территории существует только на бумаге. Ивановцы здесь не гуляют, район неблагополучный. Та часть гаражей, она еще видно, что она функционирует, то здесь просто не найдешь концов. Этот хлам и бардак кто угодно сюда привозит и сваливает. В том, что заявитель прав, проверяющие неоднократно убедились. Также они сделали пометки о нарушении пожарной безопасности вблизи железнодорожных путей и сломанных деревьях, рискующих упасть на проходящие поезда. Сегодня было установлено, что действительно в полосе отвода железной дороги имеются свалки, складирование бытового мусора. Поэтому прокуратурой по результатам проведения проверки будут приняты соответствующие меры реагирования. Меры реагирования будут направлены к ванской дистанции пути и, соответственно, к остальным структурным подразделениям. Возможно, это дистанция лесонасаждений. Законодательство в вопросе уборки несовершенно. Например, если 15 из 20 метров свалки будет находиться на территории РЖД, специалисты уберут только их. Остальные метры по плану будет убирать администрация. Человек, выбросивший мусор и спровоцировавшийся здание свалки, если не будет пойман за руку, и вовсе наказание избежит.